всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале спасибо что заглянули сегодня у нас мукбанг был большой перерыв кстати я болела выздоровела решила восстановиться прямо на сто процентов потом продолжить съемки короче вы это не видели у нас сегодня все очень интересное здесь нас кофе три в одном мой любимый завтрак это несквик шарики и молоко здесь у нас десертик который остался с прошлого видео между прочим яичница с сыром с сухариками с помидорками очень вкусная яичника и вот такие вот греники с колбаской давайте приступим даже не знаю с чего начать давайте с этих вот греников начнем выглядит они безумно красиво попробуем очень вкусно два дня я просто лежала очень плохо себя чувствовал так как я вовремя сразу не начала лечиться у меня уже болезнь пошла в хроническую стадию приехала мама начала меня вовсю лечить хочу так чисто вкратце рассказать про машину потому что многие спрашивали в инстаграме ну что купила я чем это все закончилось кто смотрел влог тот в курсе что мы ходили смотреть машину с оранжевым салоном машина шевролет молибу очень красивая свеженькая мы взяли с собой нам на диагностику к мастеру мастер посмотрел машину и сказал что он однозначно ее советует но есть небольшие недочеты которые он сразу сказал хозяину автомобиля хозяин автомобиля сразу такой сказал давайте поменяем все эти на недочеты мастер сказал ну раз вы машину продаете вы уже просто немножко уступите в цене и уже новый хозяин новый владелец то есть я все это дело поменяет но хозяин автомобиля сам настоял на том что сам хочет все поменять мне еще тогда это немножко странно показалось в общем он сказал что я все это поменяю потом мы с вами сделаем тест-драйв если вы останетесь довольны то вы возьмете автомобиль мы даже уже договорились по цене попрощались и он как бы через день должен был позвонить прошел один день он не позвонил я брату говорю может быть стоит ему перезвонить что почему он не позвонил про сказал что нельзя показывать свою сильную заинтересованность и здесь я с ним согласна мы подождали еще один день перезвонили ему он другой выдает у меня уже появился другой клиент я продаю ему не такая стопая в смысле мы с тобой договаривались хочу когда мы смотрели эту машину он говорил что продает эту машину потому что у него есть другая то есть chevrolet какой-то джип я не очень разбираюсь в этих джипах но почему он сказал что он продает эту машину чтобы кататься на той то есть зачем ему два автомобиля и он короче выдает что оказывается он машину уже почти продал продал в кредит я ему предлагал наличку как он согласился на кредит я немножко не поняла что произошло за эти два дня мне сейчас на кажется что он просто передумал продавать машину после того как его машину сделали диагностику мастер тоже сказал что автомобиль хороший покупать стоит мне кажется он просто передумал продавать этот автомобиль и решил продать свой джип но я просто джипы не рассматриваю вы знаете уже так морально настроилась что все я уже покупаю мне было очень неприятно осознавать что вот так получилось нам он сказал что у него резко в течение одного дня появился клиент который дал задаток возможно так оно и есть я не знаю но у меня просто другой вопрос если он эту машину продает зачем еще предлагает там вторую свою машину непонятная достаточно запутанная ситуация но я просто немножко не понимаю таких людей потому что я например трачу свое время еду смотреть машину там диагностика у специалиста открою вам тайну тоже стоит не бесплатно это тоже время деньги и так далее я могу ошибаться но мне кажется просто он передумал продавать машину решил ее оставить себе что нам просто не знал что сказать машин много машина разные но мне прям хочется с таким салоном и уже варианта наверное нету скорее всего мы возьмем с обычным салоном а потом я просто переделаю ее не то что потом я хочу сразу переделать как только куплю я хочу либо красный салон либо там это единственное что в этой машинке меня не устраивало это то что здесь нету люка когда я буду снимать для вас влоги для меня углу люк очень важен потому что это дополнительный свет и так будет гораздо лучше поэтому мне бы лучше конечно автомобиль с люка эта машина значит было восемнадцатого года я знаете начала смотреть варианты и посвежее там 20 21 года конечно получается подороже зато и автомобиль ты берешь посвежее с меньшим пробегом короче он нам сначала сказал что у меня появился новый клиент и мне брат сразу сказал это наверное вариант что мы быстрее купили машину но потом через день точнее на следующий день он сказал вы знаете этот второй покупатель тоже непонятно покупает или нет давайте все-таки сделаем тест-драйв вдруг он у вас устроит продам вам мы таки обрадовались назначили время я отменила вождение отменила все свои дела что вот пойдем на тест-драйв из-за часто тест-драйва он такой говорит ой извините тут позвонил этот покупатель он уже точно берет и все я брату тоже сказал знаю что давай даже не будем отвечать больше ему если даже он сейчас напишет что вы знаете машину не купили я готовил продать опять вам я уже скажу до свидули про знаете выглядит как издевательство какое-то ладно мы там неделю думали там рассматривали другие машины один день за один день вот это все так повернулось непонятным образом но опять же в жизни не надо ни за чего расстраиваться уже который раз я это вижу все что не происходит в нашей жизни происходит к лучшему любая фигня возможно я куплю такой автомобиль гораздо свежее гораздо лучше я правда не суеверная но мне почему-то кажется что я раньше времени как бы всем рассказала показала машину поэтому ничего не получилось поэтому теперь я не буду ничего говорить вот как только я куплю тогда расскажу вам с другой стороны может вам тоже интересно да как происходит все почему то вот я чувствую что второго покупателя все таки нету он просто передумал продавать он наоборот после диагностики мне кажется решил не продавать эту машину а продать свой джип в общем есть машина которая меня устраивает та же модель та же марка просто на серебряную я бы не хотел серебряную машину если честно я рассматриваю черную белую либо синюю но она зато двадцатого года очень свежая проехал там совсем чуток кто-то там не в комментариях писал ой не покупаем шевролет так далее кто-то говорил что она большая я не смогу его дить в этот раз я решила чисто слушать свое сердце вот как я хочу так и сделать потому что в прошлый раз летом когда я хотела купить автомобиль очень много людей вне начали что-то советовать я естественно прислушивалась ко всему этому и в голове у меня была просто каши в конце я решила просто не покупать машину вообще например квартиру покупать гораздо интереснее чем покупать автомобиль потому что когда ты берешь автомобиль ты едешь в сервис хозяин тебе говорит супер машина никогда не красил никогда не было ударов а потом оказывается оказывается он имел ввиду пробег в милях а на самом деле километров намного больше очень много вот этих вот моментов всяких непонятных неприятных но жалко конечно эта машина на мне настолько по душе было я ее увидела я вот сразу так почувствовала моя она вот моя и хозяин автомобиля тоже очень трепетно относился к машине это чувствовалось это было видно действительно короче сейчас мы опять начали искать и этот вариант уже в пролете как я понимаю если бы он изначально нам сказал что вы знаете у меня есть еще второй клиент так что давайте быстрее думаете либо вы берете либо нет а тут было не так сначала вообще никаких разговоров не было и за день он такой выдвигает что я продаю в кредит кому-то мы ему сказали мы же предлагаем тебе наличку зачем тебе это волокита с документами только типа я обещал ну окей больше варианта с подобным салоном я не нашла и даже вот эта серебряная машина которая мне понравилась там обычные салоны который к сожалению надо будет переделывать ну как надо будет но можно и с черным салоном поездить я просто не хочу о моем случае я не просто хочу купить машину и просто чтобы она была до откуда потом мне должна машина не нравится ну-ка ммм 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 Особо успехов нету. Я стараюсь со всей информацией делиться с вами, вот как оно есть. Я уже даже фотки там двоюродной сестре накидала. Смотри, говорю, какую тачку покупаю. Я уже ее купила. И опля. Ничего не получилось. Так обидненько, конечно. Но ничего, все, что не делается, все к лучшему. Я надеюсь, это тоже к лучшему. Найду автомобиль посвежее, получше. Просто опять нужно на это тратить время. Опять нужно искать. Сегодня как раз воскресенье. Мы, наверное, сядем с братом и начнем поиски. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами была Айка. Пока.